Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады, что несмотря на зудкое ненастье, которое сейчас произошло вообще в Москве, небывалое, все-таки мы пришли к нам, добрались. Я почему-то был уверен, что все испугаются в этой глади, в этой вообще кошмар. Поэтому мы с особым удовольствием начинаем сегодняшний наш концерт. Начнем мы с пьесы, которая принадлежит милитерному русскому композитору Александру Бородину. Но прозвучит она в таком стиле, который называется «переосмысленная классика». Значит, это такой способ бережного отвора к академическим пьесам, где не просто аритмизируется, как это бывает очень часто, просто берут по нотам и играют с этой группой, и это наоборот просто пошляет. Но когда вот музыканты, импровизаторы, думающие, исследуют гармонический план и импровизируют, и как-то вкладывают душу, и передают как бы вторую жизнь некоторым из академических образцов. Вот к таким образцам и относятся фрагменты из оперы «Бородина», «Князь Игорь». И там есть такая сцена, как «Половецкие пляски». Вот в нашей версии мы постараемся исполнить эту композицию. Перейдет она, делаем так, плавный переход в пьесу одного из гениев американского джаза, его звали Орнет Коман. Он в 59-м году совершил такой революционный ход. Вот он начал играть, отказавшись от всех основных признаков джаза. То есть от ритма, от блюза, от квадрата. И от всего, что было вообще в джазе, да и вообще в любой моменте. Ну, в общем, он назвал фри джазом. И как выяснилось, значит, на него сразу нам бросились критики, музыканты и публика. И появилась статья такая, я помню, была «Анти-джаз». То есть вообще, когда его просто обвинили в том, что он уродует, то, что он играет, это анти-джаз. Но, как ни странно, прошел год, и Орнет Коман был номинирован на премию Грэмми. И потом у него стали появляться поклонники. И, как выяснилось, он это делал совершенно не просто, чтобы раздражать публику, а делал это сознательно, поскольку исследовал историю древних этнических видов искусства. И оттуда взял вот основные свои идеи. В общем, через 20 уже лет у него было несколько поколений поклонников. Но вот сейчас подручил пьесу, которую он написал еще в 59-м году. А исполнена она была им же, со своими последователями молодыми, где-то в конце 70-х годов. В данном времени эти последователи, они стали его музыку играть совершенно по-другому. И назвали этот стиль, которым они начали играть, панк-фанк. Вот такое было странное сочетание. И он сам с ними играл свою же музыку, но совершенно по-другому. Итак, мы начинаем с половецких плясок Городина. А потом уже будет Орнер Коман и пьеса, которая называется Ремблинг, что означает «Скитание». 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но какие-то продюсеры хитрые нашли среди них талантливых людей и предложили им записаться за деньги. И вот они согласились. И это привело к тому, что в начале 80-х годов возникло очень красивое такое явление, как New Age. И возникло дикое количество групп с очень красивой музыкой. И я в то время просто поразился, как вдруг ниоткуда появились целый ряд таких необычных гармоний, каких-то ритмов. И все это было, кстати, очень красиво. И вот одна из тех групп, которые тогда возникли, она называется Tears for Fears. И как ни странно, она сохранила свой состав и до сих пор популярна. Хотя большинство этих групп где-то лет через 10 уже канули в вечность. Их задавила вообще машина диско-поп-культура. И вот сейчас одна из песен группы Tears for Fears, немножко в нашей интерпретации, но с точными совершенно теми всеми гармониями, которые были сейчас, она не привлечет. Песня эта называется просто шаос. Песня эта называется просто шаос. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать! Браво! Добро пожаловать в наш канал! 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 государства даже в Америке и в общем начался расцвет во-первых все предвоенные картины были пронизаны джазовыми композициями здесь сразу выявились таланты и Дунаевского и Блантера и Спасмана и многих других ну и вот одним из самых на мой взгляд был таким популярных людей Александр Варламов он тоже руководил джаз-ортестром при радиокомитете и в общем это продолжалось до наступления холодной войны то есть когда вот действительно началась холодная война в сорок седьмом году даже в сорок шестом опустился железный занавес все что было связано с джазом было объявлено вражеским и вот тогда действительно был такой суровый запрет правда не сажали за джаз у нас не было так уж как у Гитлера но тем не менее значит появились в крокодиле там такие всякие прибалочки сегодня он играет джаз а завтра родину продаст или от саксофона до ножа один шаг саксофон был объявлен просто самым вредным инструментом и где-то до 70-х годов вообще не было даже класса саксофона ни в училищах я ж не был под консерваторию именно поэтому я решил стать саксофонистом тогда когда мы страдали что от саксофона до ножа один шаг я был дворовым мальчиком таким шпаной таким значит думаю ну вот я вам сейчас так буду сейчас и где-то достал саксофон это было позднее в общем это на меня подействовало и вот после войны когда люди возвращались и очень радовались и возникла такая дворовая музыка выносили патефоны и заводили конечно же довоенные пластинки и среди них были очень популярные мелодии которые были популярны до войны вполне официально ну а во дворах кто может запретить слушать и танцевать под эти пластинки вот так выносили в пыли так танцевали это замечательное было время все радовались что вернулись там живыми и в общем звучали даже где-то заводили из окон ставили патефоны такая была вещь и вот сейчас я хотел бы исполнить две очень популярных песни которые тогда звучали на этих самых довоенных пластинках а я их уже слушал во дворе когда кто-то выносил патефон и они мне врезались в парень итак эти песни вообще когда-то напел александр варлам на самом деле это были фирменные мелодии первая это была blue moon вторая была как она назвалась she is a wedding from manhattan но она стала называться на карнавале почему-то и вот вот в этом обличии я сейчас попытаюсь вместе с моим партнером по этим программам как его зовут юрий погиба мы с ним сейчас попытаемся исполнить две вот эти песни которые прошли от военного до послевоенного времени на тех самых патефонных пластинках а а Ah a a a a a a a Он вдаль лучами манит Твой бледный свет луна Нас двое в пустой орле И нежности ночь полная Волна на рассвете оле Скриваются моры луна Луна Твой свет дрожит в тумане Он вдаль лучами манит Жемчуждая Скриваются моры луна Луна Плыви в ночном просторе Лучи купая в море Жемчуждая луна Луна Твой свет дрожит в тумане Он как лучами манит Твой бледный свет луна У нас двое в пустой орле И нежности ночь полная Волна на рассвете оле Скриваются моры луна Луна Твой свет дрожит в тумане Он как лучами манит Жемчуждая Скриваются моры луна На карнаваде Под сенью ночи Вы мне сказали Люблю вас очень На карнаваде Вы мне шептали Да, да, шептали Я вас люблю Быв я тронут нежной лаской Но поймав говарство в глазках Снял я с вас мгновенную маску Под маской ле Краснее меди Торчали Рыжие усы Спасибо Ну вот Такая была история Советского джаза Я это все пережил Все стадии его запрета Временных разрешений Во время Ой, теперь Потом опять Прибрежные Были запреты В общем, джаз Всегда оставался Каким-то чуждым Нашим людям Искусством И я это всегда чувствовал Тем не менее Я всегда пытался Сделать его частью Нашей отечественной культуры И мне кажется Это удалось Но сейчас Мы возвращаемся К инструментальной музыке Вы услышите пьесу Которую я написал Не так давно Она вошла В состав Нашей последней пластинки Поток сознания Эта пьеса Посвящена Историческому месту Который возник В центре Африи Где-то за 2500 лет До нашей эры Тогда Существовал Уже тогда Великий шелковый путь Уже тогда Китайский шелк Секрет которого Вообще невозможно было Достать Поскольку китайцы Сразу казнили Человека Который узнавал О том Как это делается Вот оттуда Везли шелк По великому шелковому пути Который сейчас существует Хотя мода на шелк Уже прошла Вот В Европу В Африку В Индию Вообще Во всем странам Обратно Эти караваны Возвращались Не пустые Их грузили Теми товарами Которых не было В Китае То есть Например Из Испании Скукунов Возили Кованы Оружие Латы Которые Китайцы Не умели Делать Почему-то И вот эти Вот караваны Они пересекались И встречались Где-то посредине Под склонами Алайского хребта Вот такой есть хребет Центральный хребет Поэтому и этот базар Где они торговали Тоже между собой Получил название Алайский базар Сейчас это Он находится на территории Узбекистана В Ташкенте И прекрасно там сохранился Я когда мы бывали там В советские времена Заготовки Еще ничего не знаю Про историю Этого базара Я все равно Ходил туда Не на большой центра Мне там очень нравится Там какая-то была Такая атмосфера В общем Что-то вековое Такое Вот такая история И вот сейчас Вы услышите Пьесу Которую Я как назвал Алайский базар Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 создали вот такую ветвь музыки, чернокожие музыканты развлекали белых. В Америке это такая традиция. Правда, не только. Была одна фирма, Stacks называлась, где она была создана как раз белыми, двумя братом и сестрой. Там, наоборот, чернокожие музыканты, они не хотели, чтобы белым это нравилось. Я видел видеозаписи, они вступали с такой жесткой, настоящей, революционной мощью, возражая против того, что там некий спектр. А музыка Майкла Джексона, Кринца и Лайнела Ричи, она такая была сладкая, музыка для белых. Ну, это так к слову пришлось. И вот сейчас прозвучит один из хитов Лайнела Ричи. Every time I hold you. I get turned through that feeling all over me. Every time I touch you, morning, brings back those tenets and those memories. It's morning. Every time I think of you, baby, I realized it hurt you, girl. Then I set you through. I'm right, please, look, I've announced love. And I know that I'm an answer here. From here to you. Cause every time I feel my heart on fire, I only wanna have your love, babe. Every time I feel my heart on fire, I only take it just one kiss, and the girl I can't raise it. Cause I just can't stop those burning inside. I can't stop those burning inside. Oh, 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 oh. Every time, every time. Every time. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот сейчас вы слышите песню, которую исполнял, наоборот, белый певец. Из Канады он приехал. Он родился в такой итальянской семье, которая проживала в англоговорящей части Канады, и вся его семья, братья, отец, все были очень хорошими музыкантами, как и он сам. И он добился большой популярности у себя в Канаде, и вышел на первые места по всем спискам, и ему посоветовали поехать в Соединенные Штаты Америки. Он как-то боялся, но потом поехал. И вот выяснилось, что он, когда начал выступать, выпускать пластинки, он обошел очень многих чернокожих развлекателей, хотя сам был белый итальянец. Но пел очень непростую музыку, между прочим. Это парадокс. В него были очень сложные песни. Иногда даже они где-то переходили в такой джаз-рок фьюжн, потому что там не было так примитивно, как развлекательные музыки. И тем не менее, настолько это были яркие песни, что он стал завоевывать места выше, чем самый популярный чернокожий развлекатель. И вот постепенно как-то выдавился от этого рынка, и он исчез. Вот в 70-е годы он был очень популярен, потом проявляли все глагоны. Его зовут Джина Ванелли. Сейчас мало кто даже вспомнит это имя. Но мы решили, что это несправедливо, решили все-таки напомнить нашим слушателям о том, что такой человек есть. Он и сейчас есть. Он сейчас пытается восстановить свою популярность. Он живет уже в Европе, где-то в Снегинавии. И пытается все-таки... Но я думаю, что вот той белой славы, которая была ему в 70-е годы, он уже неудачно добиться. Тем не менее, сейчас вы услышите одну из его песен, которая называется «Джина Ванелли». «Джина Ванелли». Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы сделали несколько иначе, чем это делают современные певцы. Мы постарались туда внести какие-то свои краски. Итак, add sheer shape of you. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА